Ну вот мы перенесли сейчас от новостей в наш групповой уголок, где мы занимаемся гимнастикой. Сегодня мы будем заниматься не гимнастикой, сегодня мы поговорим о восточных единоборствах. Ну приятно всегда ощущать себя в полной безопасности, а чтобы это было возможно, ну вот подчас эти навыки единоборств и пригождаются. Пожалуй, одним из самых практичных и актуальных стилей на сегодняшний день является стиль Винчунь, одна из самых старых систем традиционных китайских боевых искусств. Сегодня нам расскажут о Винчуне опытный тренер школы Мейхуа Дмитрий Сташевич и его ученик Роман Дранов. Ну сразу видно, да, где у нас ученик находится, где у нас тренер находится. Как говорят, в Винчуне поясов у них нет, зато у них все сразу же видно на лице. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Роман, скажите мне, пожалуйста, как так получилось, что отличие между учеником и тренером настолько явно? Ну вот после вчерашней тренировки, да, стало видно еще лучше, кто из нас умеет, а кто нет. Это вид спорта, да, получается. Скажите мне, Дмитрий, Винчунь действительно самый старый вид боевых искусств и самый вот такой, который можно применить в традиционных уличных условиях? Наоборот, самый молодой. Самый молодой. Самый молодой. Из китайских боевых искусств это самый молодой вид единоборств. Он зародился около 300 лет назад, но я думаю, что реальная история 150-200 максимум лет. То есть получается, что это что-то, что сочетает в себе не один стиль, если он настолько молодой? Совершенно верно. Это микс стилей, южно-китайских стилей. И получился Винчунь. Южно-китайские стили это что? Южно-китайские стили, Винчунь, не Винчунь, а Ушу разделяется на северные стили и южные стили. Это грубая такая подборка. Но на юге Китая очень много стилей Ушу, как и на севере. И они немножко смиксовались, сузились, и получился Винчунь. Ну, у нас в Эстонии наверняка все знают про тэквондо, дзюдо, айкидо, карате, да, таке-шкин-тай у нас распространен. Винчунь как давно попал к нам в страну? Насколько популярен этот вид спорта? Совсем недавно он попал, в 2000 году. К сожалению, он не является видом спорта, и очень много идет работы для того, чтобы он стал именно видом спорта. Мы как раз над этим работаем очень много. Вы занимались каким-нибудь видом спорта до Винчуни? Да, да. Я всю жизнь в спорте. В контакте, да, тоже или нет? Единоборствами нет, но всю жизнь занимался. Тогда я спрошу опытного тренера. Скажите мне, пожалуйста, что отличает Винчунь от всего остального? Ну, в принципе, все то же самое. Есть ли что-то такое, что вот есть только Винчунь? BMW, Mercedes, Porsche, это все одно и то же, на самом деле. Я готов с вами поспорить, но у нас программы не хватит на это. Это все едет. Это все едет. То же самое и другие единоборства. Они помогают, может быть, для здоровья, для самообороны. В Винчунь то же самое. Но единственное отличие – это короткая дистанция. Очень короткая дистанция. Короткие движения, короткая дистанция и молниеносные техники. Я бы сказал, что, наверное, в карате тоже достаточно короткая дистанция все-таки между спарринг-партнерами. Да, но в Винчунь нет предварительного замаха. То есть не замахиваются рукой, потому что найдется центральной линией вперед. Любое восточное единоборство – это в том числе и философия, это часть какой-то духовной практики. Вы ощущаете, что и в Винчунь, когда им занимаетесь, есть вот эта большая составляющая? На самом деле, да. В Винчунь много грани и позволяет развиваться, я бы сказал, не только в плане познания собственного тела, но и духовно тоже. Мне, конечно, жаль предлагать сейчас что-нибудь показать, потому что на романе уже все показали, но все-таки. Я знаю, что вы пришли не с пустыми руками. Да, как всегда, я пришел не с пустыми руками, пришел с ножом. Я, может быть, даже предложил бы роман, может, я вас завеню, тогда покажут на мне. Я совсем не против. Мы покажем концепцию, если можно, потому что на самом деле очень много молодых людей ходят не с пустыми руками, а ходят с ножницами, с ножами, с разными холодными предметами, холодным оружием. Поэтому хотелось бы показать, как нельзя делать, не что нужно сделать, а как нельзя делать. Ну что ж, смотрим, запоминаем, что нельзя делать, если вдруг на улице вам попался человек, у которого в кармане оказался нож. В данном случае у нас нож деревянный, чтобы превзратить описанную травму. Первое, что очень важно, когда вы видели нож, бегите. Бегите, как можно быстрее. Это первый вариант. Следующий момент. У вас, вы с супругой, с детьми, вам бежать некуда. Вам придется их защищать. Первое. Если вас делают удар таким образом, снизу, и пытаются, вы пытаетесь защититься, знаете, вы попали в сказку. Вам очень повезло, если вас так бьют. На самом деле, так на улице никто не бьет. Если у меня есть нож, у меня есть конфликт с моим противником, он пытается меня ударить, сразу будет несколько ударов, моментально. Он ничего не успеет сделать. Но представим, как учат в других школах, что вам приходится защищаться. Рука сразу возвращается назад, и мы режем рабочую руку нашего противника. Еще раз. Он сразу хватается, потому что это больно, и будет последний удар. То же самое сверху. Если пытается защититься, я сразу возвращаю руку, будет больно, и будет несколько ударов. Это очень важно понять, что так никто не защищается. Вернее, так нельзя защищаться. Если он две руки опускает вниз, как обычно учит, здесь есть свободное место, и можно опять порезать руку. Поэтому самое важное, когда вы защищаетесь от ножа, еще раз, бежать. Очень быстро бежать. Ручки у вас должны быть здесь, и тело нужно немножко опустить вниз, для того, чтобы спрятать живот. Потому что здесь находится большая часть крови человека. Это самое опасное место. И, соответственно, шея. Поэтому ручки должны быть здесь. Локти прижаты к ребрам, потому что мы защищаем внутренние органы, защищаем сердце, защищаем шею. Потому что движение в шею очень опасно. Как человек ударит, мы не знаем. Обычно это хаотичные удары. Их очень много. Очень много. Пытаются нанести вред максимальный. И когда вы стоите таким образом, вы половину тела уже защищаете. Уже защищаете. Следующий момент. Если вы увидели нож, нужно сразу же, как я говорил с самого начала, бежать как можно быстрее. Других приемов фактически нет. Все остальное, к сожалению, иллюзии. Рубрика «Практический совет. Как защититься от ножа» от тренера школы Мейхуа и его ученика. Тренер у нас Дмитрий Сташевич, сроченник Роман Дранов. Действительно, если вы видите нож, как бы его не держал ваш противник на улице, лучше всего не ввязываться с ним в драку. Не ввязываться, конечно. Да, попытаться как-то изменить свое геоположение в пространстве. Использовав собственные ноги и быстрый бег. Максимально быстро. Ну что ж, я думаю, что в остальном Венчунь, как и любая другая школа восточных единоборств, помогает и самодисциплине, и физическому развитию, и в том числе какой-то философии, которая с ним сопряжена. Спасибо, ребята, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо, что показали это маленькое практическое руководство. А мы прервемся сейчас на маленький анонс других телепередач, которые ждут вас, уважаемые телезрители, на нашем телеканале ЭТВ+. Спасибо.